Привет, молодая страна! Гусь с вами! Сегодня я буду вашим главным вулканологом и мы будем исследовать вот этот чудесный аппарат под названием Кавасаки Вулкан 900 наследник 800-ки и вообще славных традиций концерна Кавасаки Почему я обратил на него внимание? Казалось бы, есть такие мастодонты, как Шадовка 750-я та же Драга, которую я снимал в прошлый раз вот здесь будет подсказочка, посмотрите обязательно он крупнее это раз, у него ремень это два, и это все-таки уже, друзья это инжектор 21-й век на дворе и какие-то технологии должны входить в нашу с вами жизнь ремень, требование времени поскольку, ну, что цепь, что кардан все-таки они доставляют какие-то пусть и небольшие, но траблы так сказать, райдеру цепь, которая просто затрахивает постоянным смазанием, постоянной грязью постоянным подтягиванием но и кардан эти удары небольшие, люфт трансмиссии, он все равно на кардане он есть за ремнем, по моему скромному мнению будущее это единственный мотоцикл в этом классе на котором мне сидеть реально удобно он выглядит большим и он на самом деле большой внешка вполне зачетная то есть, вот, мне придраться абсолютно не к чему особенно вот эта версия кастом мне очень нравится кто-то называет это переднее колесо там пропеллером, вентилятором а меня прикалывает очень стильно, очень по-американски литье то есть, бескамерные шины Кавасаки как говорится, насрали собственные тапки выпустив ломучий 1500-й вулкан и подорвали репутацию свою на долгие-долгие годы и несмотря на то, что 900-ка и 800-ка они, ну, в принципе, беспроблемные то есть, тут нет откровенных косяков в этом мотоцикле в этом двигателе и все равно вот эта дурная слава полторашки давлеет над остальными моделями Кавасаки в принципе, он беспроблемен нет никаких таких катастрофических недоработок в двигателе которые есть, допустим, в той же Драге с обгонной муфтой все об этом знают и в течение там какого-то значительного промежутка времени пани Ямаха ничего с этим не делала здесь же нет таких откровенных косяков подвигателя единственное, он слабоват но хотя, с чем сравнивать? Шадовка 750-ка, извините там на минуточку на 7 лошадей поменьше если бы я покупал вулканчик я бы купил себе вот такой кастом для города выглядит стильно выглядит прям, ну если не на пятерку но то на твердую четверочку однозначно по эргономике все замечательно великолепный руль один из немногих мотоциклов где мне реально удобно без всякого преувеличения ну, конечно, не ураганная динамика но для города вполне, вполне себе достаточная мощность и тяга тянет неплохо единственное, что мне смутило, друзья ну, конченые тормоза вот прям откровенно скажу я такого еще не встречал на такой кубатуре на таком ценнике тормозов нет ну, мало того, что один диск мне сразу закрались подозрения ну, блин, один диск о чем вы думали 900 кубов? полтинник тоже надо как-то останавливать хоть чем-то и мало того, что двухпоршневой суппорт в итоге все подтвердилось он не тормозит ни хрена однако задний тормоз есть но тоже надо аккуратче нужно сорвать его можно очень легко на юз большой бак большой великолепный бак ну, вы знаете, мое пристрастие к большим удобным бакам здесь именно такой пидометр вынесен максимально вперед на таком подиуме все, все хорошо достаточно много всякой информации здесь напичкано тоже и датчик топлива есть и жадный глаз есть и давление масла есть температура есть друзья, это водянка это так же, как шадовка водянка поэтому она ближе к шадовочке все-таки а драга стоит особняком очень интересно сделали спрятав радиатор между трубами рамы я считаю, прям отличное решение единственное, что меня смущает реле-регулятор вот здесь под летящим говнищем из-под колеса насколько он долго проживет ну, как бы жалоб еще не было ну, все-таки сомнения у меня есть по этому поводу и это реле приходится снимать когда вы надумаете менять масло потому что за ним прячется масляный фильтр как раз друзья, софтейл классика жанра прям имитация сухаря идеальная вот это настолько трубы рамы сливается с маятником отойдя на 2-3 шага вы скажете это сухарь и никак иначе настолько все здесь прям четко и классно сделано здесь стоит мончик с регулировкой на прогрессии и многие жалуются что прогрессия торчит из-под брюшка и там стоят две пресс-масленочки и типа если вы будете по говнищу ездить можете каким-нибудь камешком этих пресс-масленочки шибить ну, я думаю если вас это беспокоит ну, закрутите какие-нибудь заглушечки под шестигранник и эта тема будет забыта подвеска здесь она жесткая но как-то справляется даже вот я сейчас ехал по грунтовке и она справляется вполне классный руль такие зеркала не маленькие лопушки ну, все в принципе нормально все хорошо пульты все стандарт ничего ничего необычного ничего сверхъестественного зеркала зеркала норм побольше чем на драге здесь как бы ну, вполне себе я все вижу там пшеница там грудь оператора есть на что посмотреть в эти зеркала давайте заведем это чудо чудо 21 века слышите, как гудит бензонасос реально как будто тебе какой-то бормашинкой сейчас сверлят промежность не особо приятно ну, звук нормально не поражает воображение разгонять разгонять пробки можно таким звучком поэтому с этим все в порядке смесотка она была помощнее но здесь его дефорсировали но зато подняли крутящий тяга неплохая 78 ньютонов дают вполне себе уверенный разгон и ощущение что под тобой не полтинник ну, хотя бы там лошадок так 80 есть ну, и конечно удобство сидения мне хочется сидеть и сидеть мне хочется ехать и ехать на нем хотя, конечно вот эта версия кастом это как по мне она чисто для города классный такой байк он достаточно узкий он достаточно стремительный такой облик и как раз он для города еще две версии классик она более такая тяжеловесная там и крылышки больше и колесика пухлая ну, все как положено версия классик ЛТ там еще кофры дополнительные и стеклышко заточен под дальние путешествия но, насколько полтинника хватит для дальних путешествий у меня большие сомнения на этот счет друзья самое-то главное о чем хотел я поведать этот мотоцикл подойдет новичкам без вообще всяких вопросов не смотрите что почти литр он очень дружелюбный он очень легкий несмотря на свой вес 280 килограмм он имеет очень низкий центр тяжести и он легок он реально не надо ничего пыжиться вот мы сейчас возьмем пару девочек ну, так мимо проходили мы сейчас отловим смотрите это игрушка то есть любой другой даже круизер попробуйте вот так вот легко поднять с подножки допустим драгу 1600 вот моя двойка она не смогла даже оторвать от земли сейчас я для пущей убедительности мы сейчас попросим мимо проходящих девушек примериться к этому байку 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 пайку байку 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 с удовольствием выслушаю центр тяжести настолько низок что он даже в статике практически невесом и может управляться даже изящной девчонкой загибаем пальцы для новичка для крупного дядь для девчонки неужели это универсальный солдат напишите обязательно в комментариях если у вас есть опыт владения эксплуатации долга этого мотоцикла обязательно напишите потому что мне так кажется он незаслуженно нервно курит в сторонке а царствуют в этом классе yamaha и honda выражаю благодарность мотосалона мир moto 23 находящийся в станице динская улица революционная 66 за предоставлены чудесный экземпляр приезжайте покупайте заказывайте у меня на обзор еще какие-то мотоциклы с удовольствием сниматься если вам понравилось конечно же вы знаете что делать ставить лайки расшаривать видос и и ждать с нетерпением новых моих роликов все пока я вас люблю скажи никого не то что а что еще